Канал ТОПГОЛ представляет результаты 33-го тура чемпионата Италии и пятерку команд, расположившихся в верхней части турнирной таблицы. Итак, пятое место. Рома. Римляне не смогли сократить отставание от расположенной на одну строчку выше Болоньи. В очном противостоянии на стадио Олимпика желто-красные усилиями иранца Сердара Азмуна протиснули однажды мяч в ворота гостей, но проиграли в итоге. 1-3. Четвертое место. Болонья. Комфортный для себя счет команда Тиагу Мотте сформировала до свистка на перерыв. Усама Эль-Аззузи изобразил акробатический этюд в дебюте, а Джошуа Зиркзе подействовал в более простой манере. Окончательное огорчение римлянам доставил гол Алексиса Салемакерса. 3-1. Третье место. Ювентус. Грязная игра туринцев на Сарденья-арене предоставила местному карьере фору в два мяча. Удары с точки вышли как под копирку одинаковыми, впрочем, как и действия войцаха Честного на линии ворот. Устранять разницу в счете взялся Душан Влахович, при последовавшей поддержке защитника хозяев поля Альберто Дассены. 2-2. Второе место. Милан. Рассанери утратили гипотетические шансы на чемпионство в этом году в миланском дерби на Сан-Сира. Гол Фикаю Тамори не стал для Милана спасением, лишь слегка подсластил горечь от упущенных в матче возможностей. 1-2. Первое место. Интер. Мирадзури добились очередного скудета досрочно. Этот факт для команды Симона Инзаги тем приятнее, что чемпионство их встретило в матче с принципиальным соперником. Милан допустил ошибку, которой воспользовался Франческо Ачерби, а Маркус Тюран забил победный гол. Француз стал чемпионом Италии, как когда-то его отец. 2-1. Подписывайтесь на канал. Спасибо, если уже сделали это. Смотрим дальше.